Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Инвестиции в искусство». И сегодня мы поговорим по очень интересной теме. Это выставка известного художника Николая Филоратова, которая называется «Половецкие пляски» и которая пройдет, уже идет, и мы можем, кстати, ее увидеть в Гуми «Редлайн». Это известная галерея, которая находится на третьем этаже, первая линия Гума на Красной площади, на против Кремля. Всем вам хорошо известный магазин. Очень многие гости Москвы, для них это обязательная точка посещения. И правильно, и красиво, и в центре, и товар, я считаю, что вполне себе по доступным ценам. Ну что, друзья, после такого краткого рекламного вступления в пользу Гума, который, впрочем, в моей рекламе не нуждается, но мне реально нравится этот магазин. Давайте посмотрим, а как выглядит эта выставка, что там интересно, и чему мы, как сообщество трейдеров, можем там поучиться. Ссылочку в чате давайте я вам, кстати, дам на галерею Гум Редлайн. И давайте посмотрим. Ну, прежде всего, галерея Гум Редлайн, мы видим, выходит одной стороной внутрь, естественно, как обычно, а внешней стороной выходит на Красную площадь. И обратите внимание, Луи Виттон прямо под галереей. То есть Гум Редлайн чуть выше по уровню Луи Виттона. Ну, уровень, скажем так, архитектурный, не, скажем так, творческий и ценовые уровни сравнивать не будем. Но это, так сказать, не цель нашей передачи. Так что, если вы, допустим, вам надо идти, если вы хотите посетить галерею с женой, да, то вы можете сказать, дорогая, а давай зайдем в Луи Виттон, купим тебе чего-нибудь, а потом зайдем для меня, для души в галерею Гум Редлайн. Да, это обойдется вам дорого, естественно, Луи Виттон, знаете, сколько стоит, но зато жена уже будет умиротворенная, довольная и пройдется по с вами, по этой галереи совершенно спокойно. Так вот, есть здесь выставка Николая Филатов «Половецкие пряски». Давайте посмотрим на выставку и, главное, на то, как организовано. И я потом расскажу вам свой глубокий замысел. Николай Филатов, значит, заставочка выставки, да, давайте про него прочитаем сначала. Значит, работает он в жанре живописной, монументальной живописной работы в духе неоэкспрессионизма. Его произведения, где синтезируется экспрессивная подача элементов конструктивистской формы, то есть авангард у нас здесь, да, это символы монументального, собирательного образа всей истории авангардных идей русского культурного поля. Какие слова искусствоведы подобрали, грамотные. Русский космизм, футуризм, коммунизм, оба она, коммунизм представлены единой холистической картиной. Холизм, друзья, это теория целостности, устойчивости к разрушению. Ага. Какие хорошие слова говорятся в адрес творчества художника Филатова, где образ целого превосходит отдельные части. При помощи названия выставка «Половецкие пляски» художник дает нам целую связку ключей эстетических и исторических в прочтении только своих новых произведений, но и всего его стиля в целом. О, связка эстетических и исторических ключей. Вот как надо рекламировать свой трейдинг, друзья. Учимся, учимся лингвистике. Николай Филатов говорит, что его живопись дикая, древняя, яростная, как «Половецкие пляски». А вот где ассоциация. Я еще подумал, в чем тут пляски? Там ни одного половца и печенега нет. Вот. Дикость. Фолист получается у нас. Древняя, это без сомнения. Понятно. Мы говорим, Николай Филатов, мэтр русской живописи, художник, говорящий языком авангарда. Николай Филатов говорит, что не хочет быть беленьким, пушистеньким, а хотел бы быть беленьким, пушистеньким, а получается быть большим, шумным и страшным. Замечательно. Значит, энергия его картин происходит из детских страхов перед огромной эстетически чуждой реальностью. Вот, друзья, вот если стоп-лосс сработал, то вы говорите себе, это эстетически чужда реальность. Вроде бы и цензурно, и по существу. Далее, друзья. В которую новому маленькому человеку предстоит строиться в процессе жизни. Быть художником задача очень ответственная, без сомнения. Отличительные черты живописи Николая Филатова вплотят плоти базовых черт живописи авангарда языка современного искусства. Разнообразная цветовая палитра, экспрессивный темперамент. Фигуру танцующих, пройдя с Николаем Филатовым разные этапы его творчества, от кубов футуристических, экспрессивных, до практически разлетающихся на отдельные эмоциональные следы кисти. О, эмоциональные следы кисти. По-богатому. В современный период пришли к парадоксальному эффекту проступания форм человеческого тела в духе античной физиологии. О, как хорошо. Далее, друзья, посмотрите, как все оформлено. Очень грамотно. Тур по выставке 3D. Информация о художнике. Мероприятия. Экскурсия по выставке. Прошедшее мероприятие. Работы, представленные на выставке. Ну что, давайте о главном. О деньгах. Давайте посмотрим. Здесь 21 картина. Пробежимся по ним. Посмотрим, как называется и сколько стоит. Ну что, первая картина. Аквилибр. Все это холст масла 2 на 1,5. То есть это большие работы. Стоит 28 тысяч евро или 2,5 тысяч. Миллиона рублей. Ценник, если обратите внимание, очень высокий для абстрактной живописи. В России. На Западе, я уверен, продать будет легче и быстрее. В России все-таки абстракция продается труднее. Это надо ясно понимать. В России вот пейзаж. У нас пейзаж. 57% продаж это пейзаж. Ну не только в России, в мире такой же приблизительно. Но ценник у нас, конечно, на абстракцию. Ну, во всяком случае, то информация, которую я владею, он пониже. То есть это дорогое, дорогое искусство. Это, конечно, Запад. Запад, я думаю, идет все за милую душу. Ну давайте пробежимся. Эквилибр, терминатор, чистая абстракция. Складывается фигура. Оригинальное цветовое решение, яркое. 2 миллиона 160 тысяч рублей. Ну дальше цены называть не буду. В этот порядок цен приблизительно такой. Леди Дисси. Леди Диги. Даже не спрашивайте, что это. Ну, Леди, понятно. Пришелец. Тут вообще, посмотрите, чисто так вот графически как бы обозначено, как звездное созвездие. Как звездное созвездие. Мадонна. Часто этот элемент, вот именно кубизм, лицо, куб, прямоугольник, треугольник. Ну, он абстракционист, об этом написано. Балет. А я что-то даже не пойму, а где тут балет-то, ноги, руки. Уже это очень абстрактно так. Все эти. Ну, тут угадывается, конечно, фигура. С цветами, конечно, мастер делает все, что хочет делать. Под настроение, что называется. Дура миллиона сто шестьдесят тысяч рублей. Рассвет. Рассвет. А это вот что такое? Это ужас ночи летящий. Это ужас летящий на крыльях ночи, как в мультфильме про Макдага. Про Скруджа. Вот, если бы мне поставили задачу угадать название этой работы, в жизни бы не угадал. Далее, в Паранже, какое смелое решение. В Паранже так вот этих частей тела особо не видно. Вот. Ну, и Паранжа так очень условная, конечно. А, он типа рентгеновский взгляд видит сквозь Паранжу. Ну, я так это понимаю. Я уж извиняюсь, Николай, если я не так понял. Ну, что вижу, то пою. Минотавр, солдат. Два миллиона рублей, кстати. Сутки. В полете. О, кстати говоря, дорогая работа. Два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч рублей. Вот это, наверное, самая дорогая. Тридцать две тысячи евро. В полете. Два на полтора. Полет подороже получается. Слушайте, с цветом, вот реально, посмотрите. Свет просто вот... Абсолютно свободное владение. Фауст. Работа чуть меньше. Метр шестьдесят на метр сорок. Прыжок. Два на полтора. Два миллиона. Венера без меха. Угариваются черты женской фигуры в этом кубизме. А почему без меха? Венера в мехах... У кого? Сейчас не помню. Отдых фавна. Ага. Эргосум. Накатурна. Ну, коллеги, напоминаю, это все холст масла. Обнаженное в Москве. Интересно, это кто вам позировал, Николай? В этой обнаженной в Москве. Интересно. Без названия. Смешанная техника. Так, коллеги, кто придумает название? Пожалуйста, какие версии по названию данной работы? Мне кажется, это человек стоит на рюкзаке. Головой на рюкзаке. Как вам? Вот руки, тело, голова. А это рюкзак. Какие версии еще, друзья? В чате, пожалуйста. Без названия тоже. Два миллиона рублей без названия. О, а то, вот, кстати, я без названия не очень понимаю жанр. Почему без названия-то? Картины дорогие, наоборот, люди должны как бы оценить это все, что у них есть. И, друзья, дальше пошла галерея фотографии самой выставки. Вот это вот помещение галереи. Давайте пробежимся. Так это выглядит. Замечательно, без сомнения, очень грамотная развеска, грамотная подсветка, грамотная пол дорогой видно. Здесь, кстати, есть возвышенность. Здесь можно мероприятие провести какое-то. Здесь сидят зрители, здесь спикеры. Вот если посмотрите окно, в окно видно здание Кремля. Ну, зубчатую башню видно, естественно. Вот. Это большое, очень большое помещение. 280 квадратных метров. Так что. Большие картины, конечно, смотрятся интересно, без сомнения. Ну, плюс грамотная профессиональная развеска. Вот тут культура какая-то. Не знаю, это чья. Ну, видимо, это вот часть дизайна оформления самого. О, здесь, видимо, спикеры выступают. Такое вот место это. Ну, а здесь уже пошли дальше работы. С разных ракурсов. Вот это помещение, конечно, очень хорошее. Здесь можно проводить мероприятия. Здесь спикер, здесь люди сидят прям очень хорошо. Мы уже повторяемся, наверное, да? Вот. Ну, давайте дальше пробежимся. Значит, дальше, вы помните, была 3D. 3D-презентация. Заходите в нее и вот так вот разворачиваете и идете по выставке. Нажимаете на стрелочку, и она вас по стрелочке ведет. Вот так вот разворачиваете, осматриваетесь. Замечательно. Хорошая технология, удобная. Можно подойти по всему залу, посмотреть, что там, как смотрятся картины. В разном ракурсе. Ну, замечательно просто. О художнике. Ну, очень хорошо. Кстати, подробная биография такая. Каталог работ, естественно, приведен ниже. Много выставок. Активный художник Николай Филатов. Родился в 1951 году во Львове. Окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства. Затем учился в Высшем художественно-промышленном училище. Профессиональный художник. Далее, друзья. Информация о торжественном открытии выставки «Половецкие пляски» 9 сентября. Здесь очень много фотографий. Много известных людей. Ну, девушек красивых много, естественно. Да, кстати, сам Николай Филатов. Я вам тоже сейчас, естественно, покажу его. Фотографию. А вот, кстати говоря, интересная фотография. Вот Николай Филатов у своих работ. С одним из руководителей, по-моему, этой галереи. Не буду точно утверждать, поскольку он не знаком, но похож на него. Ну и другие коллеги. О, видите, отмечают выставочку так, как положено. Это все известные художники, художницы. Журналисты тут есть. Все имена известны. Но у нас как бы нет сейчас задачи делать экскурсию. Почему? Потому что 27 сентября в 16.00 в этой галерее пройдет экскурсия, друзья. Экскурсия бесплатная. Так что собираемся все там, посмотрим. Экскурсию будет вести искусствовед, галерист, художник Елизавета Плавинская. Так что с огромным интересом посмотрю. Схожу обязательно, посмотрю. Всех приглашаю, друзья. Ссылочку на страничку экскурсии даю в чате. Ничего не надо, не писать, не звонить. Просто заходите в ГУМ. Первая линия, третий этаж. Там встречаемся. В 15.50 я буду там в воскресенье. И посмотрим на то, как подают профессиональные искусствоведы, творчество Николая Филатова. Есть чему поучиться. Честно говоря, мне очень понравилась организация работы, организация продвижения. Большую работу ведет галерея. Вот было бы очень интересно представить работы Евгения Бочарова в этой галерее. Прямо вот мне эта идея очень нравится. Так что будем на эту тему думать. Но сначала, прежде чем думать, надо сходить посмотреть, как это работает, послушать экскурсовода. И подумать, как сделать так, чтобы мы подошли под формат этой галереи. Все, друзья. Так что мы сегодня познакомились с галереей ГУМ Red Line, которая находится в Москве. И представляет творчество известного художника, абстракциониста Николая Филатова. Всем удачи, хорошего настроения.